Всем привет и спасибо, что зашли ко мне в гости. В сегодняшнем видео будет очень актуальная, насущная и животрепещущая, особенно для парфюма-любителя, тема. То есть это духи, которыми можно, возможно, вернуть абонение. Если вам интересна данная тема, оставайтесь со мной. Не забудьте поддержать это видео лайком, подпишитесь, если вы вдруг еще этого не сделали, потому что у меня на канале много всего такого интересного парфюмерного. И встретимся с вами в комментариях. Будет очень интересно пообщаться с вами на данную тему. А мы с вами начинаем. Поехали! Сама я, к счастью, с таким явлением, как потеря абонения, не сталкивалась. Как говорится, много читала, наслышана. И даже с практической точки зрения, занимаясь распивом своих парфюмерных композиций, наслышана о том, какие именно парфюмы, какие именно запахи способны в скорейшем времени вернуть нам абонение. Итак, чтобы как-то обосновать тему влияния парфюмерных композиций на восстановление нашего абонения, можно обратиться к мнению специалистов. Именно специалисты в соответствующей области советуют тренировать с абонения ежедневно по 20 минут и вдыхать эфирные масла розы, лимона, мандарина и специи. Ваш нос и мозг будут словно заново знакомиться с запахами и запоминать их. Однако же, я думаю, что по мнению большинства парфюмолюбителей, такая ароматерапия эфирными маслами слабо эффективна, потому что эфирные масла – такие вот композиции, которые довольно-таки простые и, скорее всего, не особенно действенные, чтобы опять подключить наши обонятельные рецепторы. Поэтому парфюмолюбители, которые столкнулись с данной проблемой, предпочитают решать ее с помощью ярких, громких, насыщенных парфюмерных композиций. И я тоже так думаю, что запахи для пробуждения наших обонятельных рецепторов должны быть обязательно очень сильными, при этом приятными и знакомыми. Но мы с вами, как прогрессивные граждане, конечно же, будем следовать советам специалистов, но на своих парфюмерных полочках мы найдем достойные, довольно-таки натуралистично звучащие, громкие парфюмерные композиции, например, с запахом розы. Самый красивый розный аромат, который имеется в моей коллекции – это нишевая дорогостоящая композиция от бренда «Робер Купидье», и аромат называется «Розы Перфекшн». В составе данной парфюмерной композиции только розы, розы, несколько видов роз и ничего больше. Звучит этот парфюм очень красиво, парфюмерно, натуралистично. В нем ощущается сразу огромная охамка роз, причем розы эти различных сортов. Поэтому, если у вас вдруг на полочке застоялась вот такая вот парфюмерная композиция, то рекомендую заново начать знакомиться с запахом роз именно через этот парфюм, потому что он очень громкий, стойкий и шлейфовый. «Роза Перфекшн». А также просто можно в цветочном магазине купить букеты роз и нюхать их, и сравнивать парфюмерный аромат и живой цветок красивой розы. Приятные альфакторные ощущения снимут с вас стресс, снимут дополнительную нагрузку с нервной системой и будут способствовать скорейшему выздоровлению. Итак, с розами мы закончили, именно с монорозами. Далее у нас будут более многокомпонентные ароматы. А сейчас, обратившись к мнению специалистов, которые советуют нам вдыхать эфирные масла мандарина, лимона, бергамота, мы также можем порыться в своем парфюмерном шкафчике и обнаружить там довольно-таки интересные парфюмы на данную тему. Итак, довольно-таки сильной, громкой и мощной парфюмерной композицией на тему мандарина является вот такой вот парфюм «Эй Сааб Ле Парфам Рояль». Я думаю, что многие из вас уже давно познакомились с данной парфюмерной композицией и, наверное, у многих она есть на полочках, потому что это невероятно достойный парфюм. Здесь мандарин буквально вареньевый, медовый, сочный, истекающий соком и истекающий какими-то ликерами. Очень красивый аромат, через который вы можете услышать запах сладкого, очень сладкого мандарина. И к тому же этот парфюм очень приятный и может послужить вам хорошую службу в процессе ароматерапии «Эй Сааб Ле Парфам Рояль». Также я хочу предложить вашему вниманию еще один довольно-таки доступный в любом сетевом магазине аромат «Аква Алегория» бренда «Герлен». И парфюм называется «Мандарин Базилик». И хотя эта парфюмерная композиция не особенно-то стойкая при последующей носке, но в стартовых нотах она выдает очень громкий, довольно-таки резкий и натуралистичный, очень приятный аромат. Собственно-то, мандарина совместно с такой вот великолепной специей, как базилик. Шикарный вариант для ароматерапии «Аква Алегория» «Мандарин Базилик» от бренда «Герлен». Если рассуждать о стойких, резких, цитрусово-фруктовых парфюмерных композиций, то на помощь в восстановлении обоняния вам точно придут и пригодятся любые ароматы от бренда «Шанель». Практически все ароматы «Шанель», особенно из люксовой линейки, славятся своей громкостью, яркостью и стойкостью. К тому же все эти парфюмы довольно просты для воспринятия и идентификации нашим мозгом. Здесь в руках я держу свою любимую интерпретацию, любимый фланкер «Шанс Шанель» от «Эндер» концентрации парфюмированной водой. Он пахнет очень свежо, цитрусово-фруктово и тоже классно. Классно выполняет роль аромата ароматерапевта. Оставим красавчика на место и давайте вспоминать, как пахнет вишня. Как пахнет натуральная вишня, сладкая либо вареневая, нам тоже могут напомнить любые вишневые парфюмы. Но желательно, чтобы в составе парфюма был не вишневый цвет, а именно-то ягода вишни. У меня таких парфюмерных композиций довольно-таки много. Например, «Лос Черри». Но «Лос Черри», я думаю, многим будет жалко пользоваться для ароматерапии. И поэтому данную парфюмерную композицию можно замениться на такой же нишевый аромат, с аналогичной пирамидой. В руках я держу вишневый красавчик «Макс Филипп Черри». И сам флакончик похож на эту ягодку. Красивый, сочный вишневый цвет этого флакона и, конечно же, бесподобный ликерно-вишневый аромат поможет вашему мозгу вспомнить, как же пахнет та самая вкусная сладкая вишенка. Почему я показываю именно эти ароматы в данной подборке? Да потому что именно на них в течение уже нескольких лет у меня были положительные отклики от моих покупательниц, которые говорили, что именно вот с этими ароматами у них быстрее вернулось обоняние. Ну вот, про вишенку мы вспомнили. И теперь давайте перейдем к абсолютному хиту вкуснючих ароматов. Это «Атар Коллекшн» и аромат называется «Хаяти», соответствующим названиям в переводе как «Жизнь». Это очень позитивный, яркий и жизнерадостный аромат, в котором вы можете услышать вкусные клубники, вкусные малины и все это в обрамлении сливочного мороженого. Вот такое вот парфюмерное лакомство. И опять же, этот аромат – шикарная ароматропия. Вот эту парфюмерную композицию уж точно можно вдыхать больше по времени, чем советуют специалисты, дольше, чем 20 секунд. Этим ароматом можно наслаждаться просто бесконечно. Это нишевая, довольно-таки дорогостоящая композиция, которая доступна не в каждом городе и не в каждом магазине. Но существует еще вот такая вот люксовая альтернатива. Обратите, пожалуйста, внимание, если у вас снизилось, либо пропало обоняние, на всю линейку «Линтердит» от бренда «Живанши». Это громкие, довольно-таки резкие и сильные ароматы, которые действительно могут побудить восстановление вашего обоняния. В этом парфюме и в других его интерпретациях, собственно, это классический линтердит «Оде парфюм». Здесь я держу версию «Оде туалет», но и последующие более глубокие версии содержат в себе очень яркую, немножечко химузную, но в этом и вся прелесть, потому что очень ярко звучит, переливающуюся ноту из клубники, земляники, винограда. Это очень красивый парфюм и интересный запах для тренировки своих обонятельных рецепторов. В общем, очень советую для этих целей, и именно на эти ароматы у меня в комментариях было большое количество откликов на данную тему, естественно. Ставим этот красавчик на место, и сейчас я вам покажу еще один классный аромат. Возможно, вы будете смеяться, но, вот знаете, многие люди по-новому стали воспринимать пресловутую императрицу от Дольче Габбана. Здесь у меня лимитированная версия, но она пахнет практически так же, лишь с небольшими клубничными нюансами. В общем, примерно точно так же, то есть арбузно, как и флагман. Классическая императрица номер три. Я знаю, что у многих во время потери обоняния прям буквально тянулась рука к этому запаху. И люди, например, ранее, которые не особенно-то любили, а можно сказать, даже и недолюбливали этот аромат, стали воспринимать его очень в положительном ключе. Все потому, что это мало того, что очень яркий парфюм, так он еще и хорошо запоминающийся нашим мозгом. То есть вы же знаете, что в любой толпе, любой парфюмолюбитель сможет безошибочно идентифицировать эту самую императрицу. Если вы очень хорошо помните этот запах, а вот впоследствии его переслушиваете, то ваши связи в головном мозге, ваши нейронные связи замыкаются. Вы помните, как он пахнет, потому что забыть, как пахнет данный аромат, просто невозможно. И тут же непосредственно ощущаете его из флакончика, и все нормализуется. Так, еще очень хорошие отзывы по данному вопросу были у меня на аромат перфам сакс, именно грим. Никто не будет отрицать, что это очень мощный, яркий, многокомпонентный аромат. При этом он обладает необыкновенной сочностью и лидирующей нотой. Здесь гурманская манга. Я уже не раз повторяла, от которой просто слюнки текут. Многие, кто познакомился с этим ароматом еще в прошлом году, писали мне впоследствии, что именно эта парфюмерная композиция способствовала нормализации обоняния. И именно этот аромат из всей своей коллекции они стали слышать в первом. Перфам сакс грим. Поставим его сюда, и давайте обратимся к более глубоким специевым парфюмерным композициям. Хороший отзыв у меня был на абониту Малинар. Это действительно мощный, яркий, глубокий, специевый, красивый аромат, который действительно пробивает наши рецепторы. В абоните Малинар чего только не содержится. Здесь и много специй, и цветы в виде герани и розы, которые также уже специалисты рекомендуют мухать. Также мимоза, сладкая ваниль и древесная подложка. Очень мощный, тяжеловесный, классный парфюм. Абонита Малинар. Тоже его советую. Что касается ноты кофе, то, конечно, мы можем засунуть свой носик в баночку либо в пакетик со свежим кофе. Но мы не сможем долго ощущать этот аромат, потому что даже у здорового человека к такому запаху очень быстро адаптируются обонятельные рецепторы. Но вот для того, чтобы дольше ощущать кофейный аромат, придуманы вот такие вот замечательные парфюмы. И здесь я хочу обратить ваше внимание на аромат Black Opium Yves Saint Laurent в концентрации Extreme, то есть это вот прошлый фланкер, и это максимально кофейная парфюмерная композиция, с которой вы можете заново открыть запах кофе. Потому что этот аромат относительно флагмана и других фланкеров достаточно громкий и яркий. Ярко это передает запах ароматного кофе. Так, ну и осталось у меня тут совсем немного ароматов, на которые я получала положительные отзывы, связанные с вопросом, которые мы с вами рассматриваем. Ну вот хочу вам показать нишевую, очень дорогостоящую парфюмерную композицию, которая представлена, мне кажется, только в золотом яблоке. Здесь вот крышечка такая на магните. И аромат, который называется Chef's Table от нишевого бренда Min New York. Эти ароматы представлены, по-моему, в золотом яблоке. Ну вот именно на тот момент я этот парфюм приобретала именно в этом магазине. Здесь такой сильный магнитик, что мне пришлось его поправить. Итак, о чем этот аромат? Ну, в общем, как он называется, столик шеф-повара, так он и пахнет. Он пахнет свежими, зелеными, специевыми травами, такими как базилик, шалфей. Причем это не высушенный базилик и шалфей. Это именно те листочки, которые мы с вами крошим в салат или в какие-то вкусные блюда. Кроме того, в парфюмерной композиции присутствуют еще томат, черная смородина и роза. И все запахи в этом парфюме невероятно натуралистичные. И этот парфюм многим помог вспомнить, как пахнут натуральные зеленые травы и специи. Это довольно-таки свежий парфюм, очень позитивный и солнечный. Так, тема кожаных ароматов. Чтобы заново почувствовать, как пахнет кожа, когда у вас такой реабилитационный период, то можно взять любой кожаный аромат. Но вот у меня лично были отзывы на французскую кожу мема. Мне кажется, из-за того, что помимо кожи, очень красивой тонкой выделки, этот парфюм еще содержит действительно натуральные масла, розы и шикарных специй. Французская кожа от бренда M.M. Ну и завершит этот обзор тот парфюм, про который я сама точно ничего сказать не могу. Но зато я неоднократно слышала соответствующие отзывы в интернете. Это классический поезон от бренда Dior. Особенно в прошлом году я много читала и слышала, что первым ароматом, который стали ощущать девушки и женщины после того самого, о чем мы сейчас говорим, явился именно поезон. Но это и не мудрено, и я вполне могу согласиться с данной гипотезой, потому что аромат поезон Dior пахнет очень ярко, громко и даже, можно сказать, вызывающий интерес наших обонятельных рецепторов. Итак, завершая данную тему, я хочу сказать, что по практике процесс восстановления обоняния у всех людей разный и зависит от наших собственных качеств, качеств нашего организма. И верным является то, чтобы снова окунуться в мир великолепных волшебных запахов, нужно следовать советам специалистов, то есть тренировать свое обоняние. А я вам желаю крепкого здоровья и удачи во всех ваших начинаниях. И на этом я уже буду завершать это видео. Надеюсь, оно было для вас полезным, информативным. Опять же, повторяюсь, давайте пообщаемся на эту тему в комментариях. Пишите про свой жизненный опыт на данную тему. А я вам всем говорю пока-пока. Конечно же, всех целую. И до скорых новых встреч. Конечно же, еще увидимся. Еще раз всем крепкого здоровья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok